Ну что зрители, вновь овощная, многие просят больше ее в кадр, больше, честно сказать не знаю зачем ее больше Но изменения уже появляются, некоторые, видите сзади у нас теперь зимняя резина, будем скоро нагибать Потому что автомобиль готовлю я сейчас к покатушкам, в воскресенье буду давить педаль в пол и дрифтовать на этом корыте Ну на самом деле многие скажут, да ладно, что это не корыт классная машина, да не, надо ее готовить еще Кстати, варено это крыло, видимо машину как-то продрали бочину судя по всему и попадает даже туда вода внутрь Но это мы будем драться уже летом, хотя летом машина будет использоваться исключительно как районная, там магазин есть не более того Ну как сами понимаете, на трассе на классике делать нечего уже давно Ну пока у нас хватило только на зимнюю резину, переднюю мы видим, обычная белочка, но к гонкам я тоже ее все-таки поменяю Причем очень интересно, сзади будет широкая, 185, а спереди 155 поставлю, чтобы хорошо она прорубала путь Так что зацеп сзади и отличная рулежка спереди, если конечно это можно сказать про вот это вот чудо-юдо Не знаю, если честно, многие говорят, давай показывай ремонт, но ремонт-то все знают этих моторов В сети их полно, все знают, что тут ломается, как что починить Тут, например, да, очевидно, нужно взлезть с тормоза, обязательно сегодня я заглянул, вот, с той стороны подклинивает поршень Может чуть разработать, чтобы хватило на кадров 200-300, потому что, ну, плохо без тормозов ездить, хотя что-то там теплится Сзади тоже смотреть надо, потому что там тоже что-то закисло все, но машина долго стояла, и подвеску все надо перетряхивать Ну, сегодня тоже посмотрим, будем менять вот эту вот тему Вот она Называется обойма подушки стабилизатора Там она отвалилась, стабилизатор вывалился, и мы ездим без левого стабилизатора первичной устойчивости Тоже заглянем Ну, пока будем менять свечки Да, и не только свечки, кстати, но и провода Такие вот я приобрел Фирменные Ладо, 500 рублей стоят Набомбил на машине на 500 рублей И вот, покупил Нормально, я считаю, вполне достойно Мы видим, что предыдущий хозяин явно решал проблему с зажиганием Несколько у него периодически уходило, потому что, как еще можно объяснить, что здесь у нас часть красная, часть синяя Ну, бог его знает Так что сейчас мы все поменяем Покрутим Кстати, карбюратор тоже у меня убитый Надо туда лезть Пока не хочу, пускай он коптит, пускай богатит смесь Бог с ним Кое-как ездит, и слава богу Ну, кстати, как показали того, что ничего нормального не настроено Сейчас выдерживаешь подсос И все, приехали, да? Так что смесь очень богатая Смесь очень богатая, поэтому Вот так он плохо работает В общем, лемкомплект тоже купил Ну, наверное, залезу Входите про карбюратор узнать Могу прям снимать, как я его разбираю Но экспертом в настройке истеровик карбюраторов не являюсь Так что сначала мы меняем сейчас две свечки Первые я уже поменял Ну, случилось это просто У меня размолотило бегунок Как я вам уже говорил Причем интересно, это уже второй бегунок Первый просто не работал, видимо, с крышкой Я поменял резистор и собрал с двух один И вот так вот его отрывает Классное качество изготовления этих говночастей Честно сказать, не знаю, в общем Кому это и зачем нужно Такое говно выпускать Непонятно Две свечки по 50 рублей Ну, нормально, я считаю За 50 рублей самое то Что глушим Глушим и будем Менять свечку Все это очень просто Все это очень, скажем так Понятно Вообще проблем, на самом деле, с обслуживанием этого автомобиля Как правило, не возникает Ну, разве что прилетает такой пакетик И ничего не видно Ну, это единственный минус Как раз вот шин От шин сегодня очень-очень ветрено А в гараже бардак, потому что Этот монстр Скоро будет покорять просторы Ютуба Будет миллионником Ну, пока он весь завален хлам Ничего страшного Так, ну что, открываем Берем свечной ключ Обычный, кондовый И откручиваем Старая свеча Сейчас оценим Как у нас здесь И что Посмотрим Ну, видимо, она черная Ян, да, смесь очень богатая Так что мы сейчас быстро все поменяем Дело Одну свечку Ну, сразу вторую, кстати Выкрутим Посмотрим, что как здесь Какие дела Тоже откручиваем Например, видим Замена свечей на Восемникапанник Вообще дело простое Ничего тут сверхъестественного Неких вопросов Откручиваем И достаем Так Ну вот, пожалуйста Да, та же самая ситуация Смесь очень богатая Ну, попробую сегодня еще настроить Покрутить карбюратор Но, если честно Без переборки Это сделать не удастся Это уже понятно Вытаскиваем свечку Свечка простая Но нам больше его не надо Кстати, навесить точно такие же свечи У того же производителя В целом Они, кстати, работают нормально И Никаких вопросов К ним Тоже не возникает Вопросы возникают Каким-то дорогим Кем-то Непонятным Комплектующим Которые На самом деле Применять особого смысла нет Так Ворачиваем свечку Вернули Ворачиваем вторую Уборка будет идти Так Вторая свечка Ну, вот как раз Можно смотреть Сравнить Да, то есть Явно Копоть Вот Чрезмерно богатой смеси Чем прикольная Комплектующая машина Да, даже При полной Разглавировке Может как-то ехать Впрыска Просто ничего не поедет Никуда Будет глохнуть А здесь Вот, пожалуйста Такой цене свечей Можно их мять Раз в тысячу Пока они Полоседни Прямо Бах Завернули Дальше уже Спокойно Ключом Накручиваем Все дело Может сразу Ключом Крутить Ну Удобнее Насадите уж Довернусь Своим ходом Так Хоп Без фанатизма Затягиваем Сама свеча Никуда Не улетит Ничего с ней Не случится Так Вторую свечку Так же Закручиваем Затягиваем Слегка Без фанатизма Все Все Удалось Ну Теперь меняем Провода Ненавижу Этот звук Особенно Когда дворник С утра Приходит Начинает Что-то Крести Еще Что-то Только Мешает Центральный Провод Убираем Вот такие Раньше Были Провода Жуткие Там Центральная Часть Тоненькая Здесь Уже Сделано По-другому Это Очень Хорошо Видно Сейчас Отключим Вот Все Обматывают Так Чтобы Центральный Кабель Просто Не Украли Вот Что Она Такая Своеобразная У нас Часто Много Чего Могут Просто Взять Да Похитить Можется Далеко Ну Лень Это Второе Свойство Любого Россиянина Да И Человек В частности Просто Вот Так Делаем Все Окей Меняем Центральный Кабель Отлично Наелся Он У нас И Ты Часто Не Будет Ити Когда Так Идет Все А Почему Такой Кстати Короткий Интересно Прям На Грани Считай Все Сделали Поставили Ну И Дальше Меняем По очереди Все Это Дело Чтобы Не Перепутать Чтобы Все Это Дело Не Перепутать Вот Мы Оставим Оно Кстати Никак Не Мешает Сама Отвалится Потом Со Временем Так Как У нас Здесь Все Ведено Так Это У Нас Первый Первый Так Здесь Удобно Длина Разная Проводов По-другому Не Подключишь Третий Третий Четвертый Так И второй Ну Теперь Включаем Соответственно Старые Старые Кабели Это У нас Второй Все Подписано Очень Удобно На самом деле Можно Отключить Все Потому Что На крышке Все Подписано Раньше Не Писали Сейчас Крышку Новую Купил Все Подписано Так Что Не Паримся Включаем Второй Так Это У нас Третий И Это У нас Четвертый Вот Такая Конструкция Надо Конечно Уравнивать Потому Что Она Как-то Совсем Равномерна Все Дело Держит Готово Готово Проверяю Надежность Соединения И сейчас Все Дело Заведем Ну Ну Дель По крайней Мере В проводах Уверен Абсолютно Точно Все Работает Нормально Все Экранировано Хорошо Надежно Все Нормально Ну Кстати Еще Тему Карбюратора Можно сказать Что Вот такой Фильтр Я тут Достал Не снимал Оттуда Извлекаю По той Простой Причине Что Вечером Это Делал Был темноватый Ну Все знают Три Гаечки Откручиваешь Такого Фильтра Достаешь Плющило Нормально Можно сказать Что он Прям Очень Грязный Но Явно Нуждается В замене Вот Такого Чудо Юда Принцип Поменял Обычный Фильтр 100 рублей Он стоит Примерно Так что Вот Такие Вот дела Обязательно Полезем Карбюратор Пишите И Хотите Узнать Как Я его Буду Демонтировать Ну И Конечно Что Там Еще Передем Теперь Второй Часть После Электрики У нас Вот Такой Вот Замечательный Момент Связанный С проверкой Тормозов И Посмотрим Что у нас С подвеской Происходит Кстати Ничего Там Хорошего Не Происходит Понятно Будем Смотреть Что У нас Тут Да Как Вот Такое Состояние Плачевное Мягко Говоря Давайте Возьмем Свет Смотрим На колодки Колодки Кстати В полном Ажуре Их Видимо Перед Постановкой Раз Меняли Но Здесь Ситуация С Цилиндрами Очень Плачевная Попробуем Сейчас Деда Расшевелить И Вот С эти Что У нас Тут Вообще Происходит Налипло Все Сюда Будем Сейчас Отогревать Подвеску Чтобы Как-то Закрепить Эту Стабилизационную Часть Да Вот Она Отвисла Вместе С этим А Ее просто Отломило Вот Видно Очень Хорошо Давайте Посмотрим Внимательно Мы сейчас Отогреем Просто Тупо Отломило Вместе Крепление Сейчас Сейчас Это Растопим И Прикрепим Сами Не Вопрос В основном Конечно Все Ржавое Такое Не Самое Лучшее Хотя Шаровые Кстати Поход Дело Менялись Видимо Они Так Как раз Перед Обстановкой Все Дело Поменяли Состояние Хорошее Достаточно Всего Этого Дела Нерваное Видим Да Хотя Люфта Люфта Ебать Пойдем Люфта Есть Даже Да Самого Поход Дела Трапеции У этой И люфта Есть Поход Дела У мальтика Ладно Поход Дел Менять Придется Вот Останство А Или Это нормально Но Мне кажется Не очень Честно Явно Люфта Есть Причем Именно Там Вот Неохота Заниматься Да Колесо Одевается Смотреть Но Скорее Сего Транда Трубку Надо Менять Она Ржавая Вся Да Шланг В общем Ничего Так Но Трубка В полном Трэ В трэшне Полной Да Мы Видим Что Коррозирует Все Со Страшной Силой И Видим Причина Причина Того Что Автомобиль Плохо Катится Как раз Эти Зажатые Тормоза Невозможно Да То есть Едва Едва Страгиваешь Все Сейчас Раскачаем Как Все Раскачивать Бог Знает На самом Деле Прикипает Все Дело Насмерть Скорее Придется Выпиливать Вот Свободно Кстати Крутится Ось Все Окей Кстати Смазка Тоже Поменяет Но Это Потом Уже Если Честно На Зиме Сезон Всего Хватит Главный Вопрос Именно В том Что Сейчас Нужно Как-то Все Раскачивать И вот Изверским Образом Разжимаем Но Надо Менять Конечно Все Бессмысленное Занятие Все Что Тут Делать С Этим Да Не Поможет Вывод По Тормозам Это Нужно На самом деле Менять Все Эти Занятия По Разгонянию Суппортов Нужно Все Снять Туда Сюда Пошерудить Казалось Все Это Хватит Ненадолго Опять Ржавчина Свою Возьмет Если Машина Будет Стоять Мнамерно Так что Меняем Я думаю Оба Меняю Себе Это Все Будет Дороже И Вот Этим Надо Будет Конечно Заниматься Загоню Посмотрю Что Там В Яме Ну Понятно И Сейчас Будем Менять Посмотрим Что Получится Ну Что Посмотрим Что У нас Здесь С Этим Узлом Разобрались Ясно Здесь Нужно Будет Сейчас Просто Поменять Обойму Держатель Я не знаю Что с ним Случилось Скорее всего Хреновое качество Металла Вот его И выперло Сейчас Будем Разбираться Здесь Оторвало Размолотило Это Все Да Не Размолотило Просто Оторвало И Рычаг То ли Прогнил То ли От удара Но Придется У менять Нижний Рычаг В общем Веселье Гарантированно Пока Без Амортизатора Я катаюсь Попробую Сейчас поставить Обойму Без Замены Долго Она не придет И просто Выбит Опять И все Здесь Продошло Именно Поэтому И вырвал Потому что С одной Стороны Он не держит К сожалению Часть Увы Вот такая Ситуация Ну понятно Хватит Эта конструкция Буквально На пару Десятков Может даже Меньше Километров Десятков